Маневр и другие характеристики на околозву. А доворачивая крыло до больших углов, мы обеспечивали высокие сверхзвуковые скорости. Взлетает сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Так получили путевку в небо истребитель-бомбардировщик Су-17, ударный самолет Су-24 и многоцелевой истребитель МиГ-23. И снова, вслед за истребителями, новые формы крыльев пришли в бомбардировочную авиацию. После длительных испытаний в ЦАГе в конструкторском бюро Туполева были созданы сверхзвуковой Ту-22М и стратегический носитель Ту-160. Все важнейшие достижения в воздухоплавании и авиастроении, увеличение скорости, смена материалов или силовых установок – итог совместного творчества ученых и конструкторов. И длится порой он не годы, десятки лет. В ЦАГе выступает и как эксперт, и как надежный соисполнитель всех работ. У нас есть термин «научное сопровождение проекта». То есть все работы технического плана по аэродинамике, по системе управления, по прочности, они проходят в лабораториях ЦАГе вместе с представителями КБ. Вот эта дружба, этот альянс, он был и есть сильной стороной российской авиационной промышленности. Синтез идей, союз ученых и конструкторов – важнейшие условия развития российской авиации. Идет, я бы сказал, такой серьезный научный разговор. Я его даже не назову спором. Это серьезная дискуссия, где вскрываются те или иные положительные, отрицательные качества будущего летательного аппарата. И вот поиск оптимального компромисса мы проводим обычно вместе с ЦАГи. Это очень важно. Возможности экспериментальных стендов аэродинамических труб ЦАГи на десятилетия опережают развитие авиации. Экспериментальные методы дополняются математическими. Ту-144 Создавая этот самолет, ученые и конструкторы совершили своеобразную революцию в авиастроении. В этом самолете все – двигатели, материалы, особая конструкция крыла, позволяющая уменьшить волновое сопротивление – все рождалось заново. Задолго до момента взлета в ЦАГи были рассчитаны и исследованы все особенности поведения нового самолета в воздухе. Тщательным образом проверялась схема дистанционного управления, продольная балансировка, способность самолета выдерживать критические режимы. Этот совершенный по своим аэродинамическим характеристикам самолет успешно прошел все летные испытания. Совершил первые пробные полеты по трассе Москва-Алма-Ата. Особая страница в истории института – создание космических систем. Комплекс гиперзвуковых труб и установок позволяет моделировать не только условия полета в космосе, но также посадку и взлет в атмосфере других планет. Вот модели. Гиперзвуковая аэродинамическая труба Т-117. Здесь исследуются модели воздушно-космических кораблей второго поколения. Уникальный опыт работы с гиперзвуковыми летательными аппаратами накапливался десятилетиями. Но самым серьезным экзаменом для института стал проект системы «Энергия Буран». Эта конструкция не имела аналогов в отечественном самолетостроении. Космические скорости и температуры, прочность и теплозащита, совмещение носителя и орбитального самолета были опробованы в сотнях экспериментов. На специально построенном пилотажном стенде обучались будущие пилоты орбитального самолета. Проводилась отработка динамики управления аппаратом. Это обеспечило совершенные аэродинамические характеристики орбитального космического корабля, многоразового использования и высокую степень его надежности. 15 ноября 1988 года «Буран» впервые в мире совершил посадку в автоматическом режиме. Тысячи зрителей на авиационных шоу по всему миру восторгались мастерством пилота и талантом конструкторов, создавших уникальный самолет Су-27. В те годы ни один истребитель в мире не мог совершить подобный маневр. «Кобра», значит, родилась, вообще говоря, в ЦАГе. Оказалось возможным самолет забросить на очень большие углы атаки до 180 градусов, то есть он вообще на спину мог лечь. Возник вопрос, а как вернуться? С этого большого угла атаки на нормальные углы атаки горизонтального полета. Эта проблема была решена за счет того, что использована большая эффективность продольного управления. То есть управлением создавался обратный момент на пикирование, и самолет возвращался в нужное положение. Так родились аэродинамические компоновки современных истребителей МиГ-29 и Су-27. Высочайший уровень пилотажных характеристик показал модернизированный истребитель Су-37МК. На сегодняшний день, скажем, самолетом 130 МКИ в воздушном бою, я думаю, связываться в ближнем бою не будет просто никто. Потому что в этом нет никакого смысла, ибо любой самолет мира обречен на поражение. На специально созданных в ЦАГе тренажерах пилоты готовились к управлению новыми машинами. Здесь отрабатываются предельные углы атаки. Здесь же отрабатываются какие-то манеры, которые раньше не выполнялись. Здесь отрабатываются закритические углы атаки, штопорные режимы. И чем больше летчики работают в ЦАГе, тем меньше вероятность потерь, ошибок или каких-то конструкторских расчетов. Разгадка воздушных потоков. Она сделала человека сильнее, позволила взлететь над землей. Но стихия по-прежнему опасна и непредсказуема. И только здесь, в ЦАГе, этот воздушный поток, усмиренный, закованный в аэродинамические трубы, позволяет предсказать, как поведут себя в условиях стихии высотные дома, мосты и памятники. Заглянуть в глубины Воздушного океана и космоса. Предвидеть, что происходит с летательным аппаратом в той или иной ситуации. Воздушный поток стал помощником исследователя, инженера, конструктора. Единство теории, эксперимента и практики. Этот принцип, высказанный Николаем Егоровичем Жуковским, стал основой русской аэродинамической школы. Концентрация потенциала российской авиационной науки в едином центре – вот причина успеха ЦАГе в 20 веке. И на новом витке развития, в 21 веке, ЦАГе предстоит превратиться в центр системы, объединяющей усилия смежных институтов в области авиастроения. Я уверен, что в стране, которая хочет оставаться авиационно-космической державой, что в стране, которая хочет себя защитить в любое время от любого врага, ЦАГе просто необходим. ЦАГе был, есть и будет тем научным фундаментом, на котором будут возникать новые технологические решения, новые концепции самолетов и другой летательной техники будущего. Какими станут летательные аппараты будущего? Ответ на этот вопрос нужно искать в исследованиях, которые сегодня проводятся в ЦАГе и в аудиториях физико-технического института в городе Жуковском. 90 лет прошло со времени рождения в России ЦАГе – Государственного авиационного научного центра. Опираясь на талант и опыт ученых и инженеров, институт устремлен к новым рубежам авиационной науки. С днем рождения! ЦАГе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова